Мы пришли к простому выводу, демократичному, что власти нужно не только уметь задавать, но нужно и задавать вопросы. Путин нас учит очень просто. Власть для вас, для простых людей. И если мы где-то начинаем чувствовать, что власть она сама для себя, то мы должны это просто приостанавливать и с этим не бороться даже, а поправлять. Поэтому, наверное, пришло время в Краснодаре поправлять власти. Вот это и будет самой главной помощью Путина. Путину на сегодняшний день потемкинские деревни не нужны, понимаете, типа все у нас хорошо. Он весьма здравый человек и хотя, так сказать, он на высоте своего, так сказать, положения находится высоко, много чего он знает. Но он призывает простых россиян, не будьте спокойными и благодушными, обращайте внимание на все недостатки. Вы вспомните, сейчас состоялось, помните, прямой эфир, вчера там на медиафоруме, он готов выслушать каждого простого человека. И если он к нему все-таки дошел, он всегда поправит. Но дело в том, что когда народ в общем безмолвствует, исправления ошибок не будет. Отдельного человека он спочет. Но все должны заниматься сами собой. Это и есть наш город, понимаете. И мы здесь главные, народ здесь главный. А никак не те слуги, которых мы, так скажем, выбрали и выбираем. К сожалению, вот предыдущий оратор сказал, да, слуги охренели многие во многих управлениях, охренели. Более того, скажу еще более того, мне лично, просто политкорректно я стараюсь не разрушать так сложившийся этот, но мне, допустим, до сих пор непонятно, почему мэр нашего города, наш большой друг в прошлом, ровно с того момента, когда мы стали поддерживать Путина, отповернулся к нам, мало того, с задом, но и еще все время с нами о чем-то судится, пытается без конца пару лет последних там, кто вас из помещений выселит, какие-то, как это назвать, спойлерские организации создавать, перетягивать наших людей туда-сюда. Ведь, по сути, мы стараемся не выносить ссоры из избы. Но с чем это связано? Вот сегодня он может ответить. Я еще раз повторяю для тех это. Этот вопрос, решение этих вопросов находится в Москве. Потому у нас во второй половине не будет здесь митингов за Путина. Вместо этого мы поедем просто в администрацию президента и этот вопрос разберем на самом верху. И будет для всех ясно, почему местная администрация работает против организации сторонников Путина, причем открытых сторонников. И тогда и с помещениями поговорим, и поговорим насчет выборов. Я еще раз повторяю. Все, кто против нас сегодня в Краснодаре, все против Путина. Вот мой вопрос. И поэтому мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы его защитить. Все у меня, товарищи. Спасибо.